Скандально известный американский баскетболист Денис Родман прибыл из Пекина в Северную Корею, чтобы принять участие в товарищеском матче в честь дня рождения лидера КНДР. Бывший профессиональный спортсмен своей поездки в Пхеньян называет баскетбольной дипломатией, но в самих Соединенных Штатах Родман регулярно подвергается критике за дружбу с диктатором. О похождениях Родмана в Северной Корее Евгений Маслов. Он называет себя американским другом Ким Чен Ина и в Пхеньяне Родмана встречают как мегазвезду. Северокорейского диктатора он в интервью называет хорошим парнем и в столицу КНДР приезжает уже в четвертый раз. Сегодня в Пхеньян он привез к тому же целую команду бывших американских баскетболистов для участия в товарищеском матче со сборной КНДР. Родман тем самым делает подарок другу Киму, которому завтра исполняется 31 год. Люди всегда говорят, что Северная Корея – коммунистическое государство, куда никого не пускают. Я знаю одно – Ким хороший парень. Что касается политики, так это не моя работа. Но эти доводы не успокаивают настойчивую прессу. Родмана на Западе критикуют за то, что он безостенчиво обнимается северокорейским диктатором перед телекамерами, игнорируя то, что происходит в этой тоталитарной стране. Эксцентричный баскетболист на первых полосах американских газет регулярно появлялся в 90-х. Своими выходками и нарядами он тогда шокировал всех. Сегодня он в центре внимания, но политика не шоу-бизнес. Одной эксцентрикой симпатии публики не снискать. А что вы скажете людям, которые считают, что вы не должны играть в пиньяне? Почему? А что, меня расстреляет? Ты думаешь, он меня расстреляет? Да ладно тебе. Северокорейский диктатор увлекается баскетболом. И двухметровый чернокожий американский баскетболист пришелся ему по душе. На Западе иронизируют. Родман с его выходками, по сути, должен для северокорейских граждан символизировать загнивающий Запад. Но его перед телекамерами усаживают рядом с вождем народа. И это выглядит словно фарс. Желанию Родмана посещать КНДР не помешали даже последние события, шокировавшие планету. В декабре 2013-го лидер Северной Кореи отправил на смертную казнь своего дядю, бывшего покровителя и влиятельного политика в стране. К баскетбольной дипломатии Родмана скептически относятся и в американском госдепе. На прошлой неделе власти Северной Кореи отказались принять спецпосланника США, пытавшегося обсудить судьбу американского миссионера КНТБ, задержанного в КНДР. На острые вопросы журналистов Денис Родман огрызается и дает понять, что до критики ему нет дела. В этом северокорейский лидер и бывший американский спортсмен, пожалуй, похожи. Они показывают всему миру, что делают и будут делать то, что хотят, несмотря ни на что.